Здравствуйте! Я Ольга Тоцкая. В эфире программа о законах, регламентирующих нашу жизнь. В ближайшие 15 минут расскажем вам о работе депутатов Новгородской областной думы, новых законах и законодательных инициативах, которые обсуждались на этой неделе в стране и в нашем регионе. Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника, могут подать заявление на нее до 1 ноября. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей, усыновителей, опекунов-попечителей, детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года. Выплата также полагается инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Для получения выплаты не требуется предоставлять никаких дополнительных справок, в том числе о доходах. Нужно лишь заполнить и отправить заявление. Самый удобный способ – через личный кабинет на сайте госуслуг. Выплата может зачисляться на счет любой платежной системы. Дольщики смогут быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке. С 28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости. Раньше для регистрации договоров долевого участия застройщик подавал расширенный пакет документов. Теперь это потребуется для регистрации договора только самым первым дольщиком, который покупает жилье в новостройке, а процедура для следующих станет проще и, соответственно, оперативнее. Кроме того, до сих пор были установлены только общие сроки регистрации прав – 9 рабочих дней при подаче документов через МФЦ. Теперь же договор долевого участия Росреестр зарегистрирует за 7 дней при подаче бумажных документов в МФЦ и за 3 дня, если они направлены в ведомство в электронном виде. Также в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса. Кстати, в строительство возвращается понятие типового проектирования – это сократить сроки возведения зданий и сэкономить средства. Типовое проектирование вводится в градостроительный кодекс вместо понятия экономически эффективной проектной документации повторного использования. До сих пор закон не давал однозначной трактовке, может ли быть типовым объектом только здания в целом или отдельные его элементы, узлы и решения. Новый закон дает возможность унифицировать отдельные объемно-планировочные элементы зданий, например, школьные классы, больничные палаты, и затем собирать из них проекты зданий. Типовая документация будет включаться в единый госреестр и может быть использована при проектировании аналогичных объектов. Этот подход сократит время на разработку проектов приблизительно на 40%. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила две инициативы, усиливающие ответственность за костры, приведшие к лесным пожарам. Предлагается установить минимальный размер ущерба лесу, начиная с которого виновнику пожара будет грозить уголовная ответственность. Подготовленные законопроекты четко разграничивают уголовную и административную ответственность за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной лесного пожара. В качестве обязательного критерия, после которого наступает ответственность уголовная, предлагается установить причинение значительного ущерба и выше. Значительным предлагается считать ущерб от 10 тысяч рублей, крупным – от 50 тысяч рублей. Рассчитывается такой ущерб по утвержденным правительством России таксам и методике. При этом максимальное наказание за неосторожное обращение с огнем, повлекшее лесной пожар, предполагается установить на срок до 4 лет лишения свободы. Также виновным могут грозить штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов и другие санкции. Конкретное наказание будет назначать суд с учетом обстоятельств дела. На протяжении последних 10 лет в стране ежегодно происходит более 11 тысяч лесных пожаров. В 90% случаев причины пожаров связаны с неправомерными, неосторожными действиями человека, например, палом сухой травы. Количество пожаров в последние несколько лет растет. В 2020 году произошло почти 15 тысяч пожаров с общим ущербом более 11,5 миллиардов рублей. Средний ущерб, причиняемый одним низовым пожаром, когда огонь слабой или средней интенсивности распространяется по лесной подстилке и корням деревьев, составляет 8 тысяч рублей. Если ущерб не будет достигать значительного размера, нарушители будут привлекать к ответственности в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Осипов Анатолий Алексеевич, Борисова Ольга Анатольевна, Сергухина Лариса Борисовна, Павлюк Денис Петрович, Верига Николай Степанович, Мельников Станислав Геннадьевич, Федотов Анатолий Александрович, Уштовский Алексей Анатольевич, Гетманский Андрей Викторович, Караулов Михаил Олегович, Шишлянникова Татьяна Петровна, Бомбин Максим Евгеньевич, Чернышев Сергей Борисович, Кудрицкий Анатолий Владимирович, Королев Владимир Евгеньевич, Саламонов Юрий Александрович, Захарова Ольга Ивановна. На этой неделе состоялось первое заседание Новгородской областной думы седьмого созыва. Правда, собрался депутатский корпус на старте пятилетки не в полном составе. Только 27 парламентариев из 32 заняли кресло за столом в Большом зале. Впрочем, на работу регионального ЗАГС Собрания отсутствие пятерых избранников не повлияло. Для принятия решений по вопросам повестки кворум имелся. Первое заседание по традиции провел старейший по возрасту из избранных депутатов Юрий Иванович Бобрышев. И его же парламентарии предложили выдвинуть на пост председателя Новгородской областной думы. Если мы его изберем председателем нашей думы, то мы все выиграем. Молодой губернатор, умудренный жизненным опытом наш председатель. Молодое правительство Новгородской области, умудренные депутаты, сидящие за этим столом. Это залог будущего развития нашей с вами Новгородской области. В ходе тайного голосования Юрия Бобрышева поддержали 24 человека. Двое высказались против и один депутат воздержался. Спикер седьмого созыва сразу обозначил план работы на ближайшее будущее. В приоритете наказы избирателей. Да и формирование проекта бюджета на следующий год не за горами. Задачи вообще-то они прописаны во всех наших федеральных программах. И в той программе, которую мы назвали народной, которую народ нам прописал. И эти задачи нам придется решать с самого первого года. Буквально наступает на пятки бюджет. Бюджет надо принимать. Я считаю, что идеально и, в принципе, правильно, когда на бюджет выходим и голосуем. И я не первый раз в областной думе, я четвертый. И поэтому помню, когда мы голосовали, допустим, принимали бюджет. И просто это было торжественное мероприятие, которое превращалось, или наоборот, принятие бюджета превращалось в торжественное мероприятие. Почему? Потому что много работали комитеты с соответствующими комитетами правительства. Думаю, что будет и в этот раз так же. С 96 по 2007 годы Юрий Бобрышев был депутатом Новгородской областной думы. После, в течение 10 лет, занимал пост мэра Великого Новгорода. А последние годы трудился в Государственной думе. Но даже имея колоссальный опыт работы и в законодательной, и в исполнительной власти, председатель регионального парламента уверен, что один в поле не воин. И во всех принимаемых решениях намерен учитывать мнение коллег по ЗАГСобранию. Депутатский корпус серьезно обновился. Но и у новичков, и у тех, кто имеет опыт в законотворчестве, уже есть идеи, какие предложения стоит внести в адрес правительства. Я думаю, что будет очень полезно, если в механизм подготовки предложений от депутатов войдет такой проверенный уже годами способ, может быть, немножко подзабытый, но он существовал ранее, как взаимодействие с руководителями муниципальных районов при обсуждении и выработке предложений, которые должны войти в бюджет Новгородской области на следующий год. А депутат Денис Павлюк, для которого эта пятилетка в областном парламенте первая, уже получил наставление от избирателей. Все предложения от жителей, которые я слышал на встречах, это, конечно, уделить больше внимания здравоохранению. Поэтому, наверное, с позиции жителей, с позиции жителей, как депутата, представляющего интересы своего округа, естественно, особое внимание нужно уделить будет здравоохранению. На первом заседании областные депутаты избрали и своего представителя в Совете Федерации. На пост сенатора была выдвинута всего одна кандидатура – Елены Писаревой, которая на протяжении 10 лет возглавляла Новгородскую областную думу. Правда, прежде чем приступить к тайному голосованию, коллеги решили уточнить, не повлияет ли переезд в Москву на работу в округе, от которого Елена Писарева избиралась в парламент субъекта. Избиратели задали мне там вопрос. Вот Елена Владимировна, мы за нее активно голосовали, она заняла первое место среди всех депутатов одномандатников. И теперь получается, что вы ее хотите наделить полномочиями сенатора. Будет ли Елена Владимировна продолжать активно работать в нашем избирательном округе? Конечно, я буду работать в своем избирательном округе, это однозначно, потому что я не имею права, как человек, как депутат, если вы мне доверите в свою честь быть сенатором, я не имею права бросить тех людей, с которыми я провела эту выборную кампанию, бросить тех людей, с которыми я провела много мероприятий, тем людям, которым я обязана честью быть сегодня с вами за этим столом. В ходе тайного голосования 25 депутатов из 27 отдали свои голоса в поддержку кандидатуры Елены Писаревой. Она стала первой женщиной-сенатором Совета Федерации от нашего региона. Первые поздравления в адрес коллеги высказали председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев и губернатор Андрей Никитин. Хочу поздравить и нас с вами, и всю Новгородскую область. Коллеги, у нас появился сенатор, который свой трудовой путь прошел от самых стартовых должностей в социальной сфере до поста председателя законодательного собрания нашей области. У нас появился сенатор, который знает проблемы региона, знаком с огромным количеством людей, людей, которые на постоянном контакте пишут, общаются с Елене Владимировне. У нас появился сенатор, который, помимо такой административной задачи, обладает еще большим сердцем и желанием делать добро. В ответ Елена Писарева поблагодарила депутатов за оказанное доверие. Призналась, что высоко ценит совместную работу с парламентариями и членами правительства. И пообещала коллегам, что опираться на тесное взаимодействие с ними продолжит и впредь. Я знаю, как работает председатель областной думы с Сенатом, Советом Федерации, но я не знаю, как работает сенатор. Для меня это тоже новое поле. Одно могу сказать, что этот человек обязательно должен работать с ЗАГС собранием, должен обязательно работать при взаимодействии с правительством области, с губернатором области, с муниципальными органами власти. И, соответственно, этот человек должен работать на каждого жителя Новгородской области. Первое заседание созыва традиционно включает в себя решение в основном организационных вопросов. Но в этот раз депутатам предстояло сразу рассмотреть и ряд законопроектов, в том числе социально значимых. Поэтому глава региона, приветствуя победителей прошедших выборов, призвал долго не почивать на лаврах. А членам правительства сразу дал поручение. Положения народной программы, в которой прописаны просьбы избирателей, должны быть в ближайшее время включены в стратегию развития Новгородской области, чтобы предвыборные обещания не остались лишь словами, а были подкреплены реальными действиями. У вас позади напряженная избирательная кампания. Кампания с дискуссиями, со спорами, с разными позициями. Но из этой кампании вы вышли победители. Вас поддержали люди. И люди именно с вами связывают свои надежды на те или иные изменения. Право на эту победу придется доказывать каждый день. Своими решениями, своими действиями и своей работой. И первым же решением, которое принял новый состав Думы, стал одобренный губернатором законопроект о мерах поддержки для молодых специалистов в сфере здравоохранения. Теперь выпускники медицинских вузов и СУЗов, устраивающиеся в больницы и поликлиники в районах региона, могут претендовать на ежемесячные выплаты в 15 тысяч рублей. Такое право получили в частности молодые терапевты, педиатры, врачи и фельдшеры скорой помощи. Что же касается дальнейшей работы областного парламента, к следующему заседанию, которое пройдет в конце октября, будут сформированы думские комитеты, а также назначены заместители председателя Новгородской областной думы. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живет, и о тех, кто их принимает. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Будьте здоровы, берегите себя и помните, что главное в законе не его слова, а его смысл. Редактор субтитров А.Семкин